Привет! Это сравнение Redmi Note 7 против Redmi Note 7 только с приставкой Pro. С виду их не отличить, а разница кроется в деталях. Давайте разберемся, стоит ли переплачивать за старшую модель или... И так сойдет! На канале были обзоры на оба гаджета и вопрос, что же лучше взять, остался открыт. И сейчас мы это узнаем. Когда ко мне пришел Redmi Note 7 Pro, я знал, что меня ожидает. Спецом заказал на Алиэкспресс запаянную из завода коробку, где только английский и китайский языки. Хотя на том же Алиэкспресс есть уже прошитые на глобальную версию немного подороже. То есть первое их отличие в том, что Redmi Note 7 есть глобальная версия, которую не нужно прошивать. Достал из коробки и пользуешься. Наша вилка под розетки, все необходимые бенды LTE, всем Pro 20 бенда нет, кому важно знать. 7 и 3 есть. Отличаются гаджеты в первую очередь и ценой. Так, прошка более навороченный и смарт, соответственно и стоит он дороже. Я брал оба на Алиэкспресс, но они представлены и у нас. Тут уже выбирать нужно через Е-каталог. Как видим, что в Украине, что в РФ, прошка продается. А вот обычные семерки вообще завались, так как он официально представлен на наших рынках и стоит, конечно же, дешевле. В общем, где лучшие цены, ссылки найдете в описании. Итак, когда я получил семерку, просто достал из коробки и начал пользоваться. С 7 Pro я сначала подал заявку на разблокировку загрузчика и вот уже прошло 7 дней, даже больше. Я без особого труда разблокировал загрузчик. Потом я скачал последнюю индийскую прошивку, где есть все языки и прошил смартфон. Все инструкции есть на форуме 4PDA. А вообще, купить с такой прошивкой на Алике, повторюсь, уже можно. Так, данный смартфон оболочкой стал точно таким же с виду, как и обычная семерка. Интерфейс, работа, язык и так далее. Прошивка указана как Global. Замечу, что цвета у смартфонов абсолютно одинаковы. И их можно отличить только по этой вот наклеечке и с символом сзади. Все остальное абсолютно идентично во внешности. Те же материалы, пластиковые торцы, стеклянная задняя спинка, лотки тоже комбинированные у обоих. И в общем, один в один. Отличие номер один, это процессоры. В обычной семерке Snapdragon 660, у прошки 675. Если взять интерфейс, то в силу особенностей оболочки на обоих они летают. Если же взять отдельные моменты, то где-то побеждает 7 Pro. Например, если открывать некоторые приложения, где-то на долю секунды прошка будет быстрее. Если взять потяжелее приложение, то тут вообще все зависит от настроения смартфонов. То один быстрее, то второй, то одинаково. В анимации лагов у прошки я не замечал. Обычная семерка очень редко, но может слегка фрезануть и поймать это не так уж и просто. Да и не приносит это дискомфорта. Держать приложение будет дольше, конечно же, прошка. Тут и к гадалке не ходи, так как у нее 6 гигабайт оперативной памяти против 4 у обычной семерки. Также постоянной памяти у прошки побольше, ведь сейчас его можно купить только на 6-128 гиг. Сканер отпечатков по скорости 1 в 1 летают. В играх же разница есть. Я хорошенько поиграл на них и действительно 675 Snapdragon показывает результат лучше. Танки. Тяжелая игра с первого взгляда одинакова. Но вот в тяжелых сценах, где много всего, на 660 снапе иногда случаются просадки. Некритично играть можно, но все же. На 675 на ультра тоже могут случаться просадки, но меньше. Если понизить некоторые параметры, то и вообще без них. В PUBG и там и там игра сама предлагает высокие настройки, можно играть. Но опять-таки возможность просадок на 675 меньше. И как вывод, в плане использования каждый день они практически одинаковы в поведении. Профит, и то не очень большой, будет только в тяжелых играх. А это важно только для геймеров. Обычному юзеру 660 снапа хватит с головой в семерке. Далее еще одно важнейшее отличие. Камеры. У Redmi Note 7 основной модуль от Samsung GM1. В прошку же поставили модуль, который ставят в телефоны подороже. И за 500, и за 600 баксов. АМХ 586. Правда и линзы, и оптическая стабилизация, и программное обеспечение играет очень важную роль в ценообразовании в том числе. Прошки уже 48 мегапикселей можно включать сразу. В семерке нужно переходить в ручной режим. Давайте же посмотрим вживую. Слева у нас прошка, справа просто семерка. На обоих обычные 12 мегапикселей. Если приближать, то по четкости в хорошем освещении результат практически одинаков. Если не сказать, что одинаков в принципе. Разница только в одном. Фото на прошке светлее в темных местах. А значит, что сенсор обладает большим динамическим диапазоном. Далее я включаю в обоих 48 мегапикселей. Смотрим следующее фото. На первый взгляд одинаковое. Теперь сделаем кроп. Тут четко видно, что у 7 Pro действительно разрешение больше. А обычная семерка рассыпается в квадратах. То есть настоящие 48 мегапикселей мы видим у прошки. Вернемся на 12 мегапикселей. И на этом фото я специально захватываю небо и проверяю динамический диапазон. Картина повторяется. На обычной семерке фото ощутимо темнее. А по четкости идентичны. Если же нет больших перепадов светлых и темных участков в кадре, то фото можно сказать одинаковые на 12 мегапикселях. Если взять боке портретный режим, то однозначно больше понравился 7 Pro. На обычной семерке лицо какое-то смазанное, много пластилина если приближать. Хотя что тот, что тот слишком уж затемняет под глазами. Мой старый добрый Mi Note 3 гораздо лучше делает портреты на улице по цветам. Именно за счет софта, а не самой камеры. Потом я решил включить гугл камеру на обоих смартфонах. И если седьмой Redmi делает фото насыщенными, то почему-то гугл камера на прошке решила делать тусклые фото. И при этом периодически вылетать. Я думаю, что еще не допилили под него нормальный мод. Потому забросил идею. Если знаете рабочий мод, пишите в комментах. В этом плане обычный Redmi Note 7 оказался практичнее. Для него есть куча модов. И в месяце использования я показывал разницу в гугл камере и стоковой. Кому интересно, смотрите подсказка сверху. Если взять родную камеру у прошки и гугл камеру в семерке, то последний при недостатке света делает фото светлее. И деталей чуточку даже больше в данном случае. Хотя вот на этом фото вообще очень трудно отличить семерку с гугл камерой из 7 Pro на стоковой 12 мегапикселей. Как вывод, я могу сказать, что в фото ожидаемо 7 Pro чуть получше в динамическом диапазоне и в режиме 48 мегапикселей больше деталей. У него ближе к реальности 48 мегапикселей, а не интерполяция, как в обычной семерке. По фронталкам тут они очень хорошие. 13 мегапикселей, хорошая четкость, боке, потому паритет у обоих. Они точно устроят большинство. Тест съемки видео на смартфоны Redmi Note 7 и 7 Pro. Родная камера. Redmi Note 7 Full HD 30 кадров, без стабилизации. А прошка у нас 4К 30 кадров максимально можно выставить. Стап я отключил специально для того, чтобы ничего не портило картинку кропом, чтобы вы смогли оценить истинное качество. То, что я сейчас вижу на экране, так это то, что экспозиция у 7-ки скачет, как видно. И плюс ко всему динамический диапазон чуть ниже, как в фото, так и в видео. Сейчас вот трава немножко темнее на 7-ке. 7 Pro у нас немножко больше динамический диапазон. Сейчас у нас Full HD 30 кадров с включенной электронной стабилизацией. И я уже могу пройтись, чтобы показать ее действие. Автономность тоже интересный момент. Видео с YouTube на яркости 75% за 30 минут Redmi Note 7 Pro показал лучший результат. Разрядился всего на 4%. Redmi Note 7 потерял 6%. Тогда как в играх процессор Redmi Note 7 Pro мощнее и вместе с тем прожорливее. Теряет 10, а то и 11% заряда за 30 минут. Тогда как обычная 7-ка всего 8% заряда. Интересная ситуация и это их уравнивает, можно сказать. На один полный день хватит всем. Менее зависимым от смартфона людям на полтора и даже два дня в обоих случаях. Ну и о звуке нечего сказать. Я сравнивал и он одинаков и достаточно хорош. Как внешние динамики, так и разговорные, так и в наушниках. Видимо комплектующие одинаковы. Ну что же друзья, вопрос. Что же выбрать? Если у вас в приоритете игры и вам нужна производительность, то очевидно нужно брать 7 Pro. Но большинству людей, включая меня, за глаза хватит производительности обычной 7-ки. Тем более по скорости оболочки они практически равны. Если вам принципиально камера, то побеждает здесь конечно Redmi Note 7 Pro. Разница хоть и не в две головы, но все же есть. Вы все видели сами и я реально долго высматривал. За что с вас лайк. Так что тут тоже очевидно. Берем то, что у вас в приоритете. И учитывая моменты с прошивками, о которых я говорил в начале. Redmi Note 7 глобальный, в этом плане беспроблемный. А так за свою цену смартфоны конечно же хорошие. Хотя по дизайну из-за своих выступающих камер, уже большого глазка фронталки на сегодня, учитывая новый тренд выезжающих камер, они уже понемногу начинают пасти задних. Всем хорошего выбора, отличного настроения и доступных цен на приглянувшиеся гаджеты. Подписывайтесь, жмите в колокол. И всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok